Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ноябрь, 26-й. Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, в миру Иоанн, происходил из варянского рода Кульчицких. Родители его в середине 17 века переселились в Сволыни, в Черниговскую губернию. Святитель родился около 1680 года, обучался в Киевской Духовной Академии. Монашеский постриг принял в 1710 году и был назначен преподавателем славяно-греко-латинскую академию, префектом и профессором богословия. В 1719 году святитель Иннокентий был переведен в Санкт-Петербургскую Александро-Невскую лавру с назначением обер-иеромонахом флота. В 1720 году нес послушание наместник Александро-Невской лавры. 14 февраля 1721 года иеромонах Иннокентий был посвящен сам епископа Переяславского и назначен в Пекинскую духовную миссию в Китай. Но китайское правительство отказалось в виде духовной особи великому господину, как его неосторожно характеризовала Сенатская комиссия по иностранным делам. Три года вынужден был провести святитель в Селенгинске у китайской границы, перенося много лишений из-за неопределенности своего положения и скорбей от неустройства гражданского управления в Сибири. Дипломатические промахи русского посла в Китае графа Рагузинского и интриги иркутского архимандрита Антония Платковского привели к тому, что в Китае был назначен архимандрит Антоний, а святитель Иннокентий указом Святейшего Синода 1627 года был наименован епископом Иркутским и Нерчинским и приступил к управлению новообразованной епархией. Близость китайской границе, обширность и малонаселенность епархии, большое количество различных народностей бурят, монголов и других, не просвещенных Христовой верой, бездорожье и бедность – все это делало пастырский труд святителя Иннокентия тяжелым и жизнью его полной лишений. По странному недосмотру Сената он не получил жалования до самой смерти, не получал, и терпел крайний недостаток в средствах. В этих трудных условиях на скудные средства Иркутского Вознесенского монастыря еще содержались две открытые при нем школы – монгольская и русская. Неустанные заботы святителя были обращены на их устройство – подбор достойных учителей, обеспечение учеников нужными книгами, одеждой, продовольствием. Святитель неутомимо трудился над устройством епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал духовную твердость, смирение, прозорливость. В 1728 году весной в Прибайкалье началась засуха. Епархии грозил голос от недорода хлеба, начавшегося еще в 1727 году. По благословению святителя с мая в церквах Иркутска и Иркутска десятины в каждой литургии стали присоединять молебен о прекращении засухи. По субботам пели Акафис Божья Матерь, а в воскресные дни служили соборный молебен. Моления, говорил святитель, должны окончиться Вильиндень. 20 июля в Иркутске разразилась буря с таким сильным дождем, что по улицам города стояла вода по колено. Засуха прекратилась. Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители каменного храма взамен деревянного. Расширены границы епархии, включившие не только Селенгинский, но еще и Якутский и Иринский округи. Святитель, не отличавшийся крепким здоровьем, под влиянием сурового климата и несгод, рано отошел ко Господу. Он представился утром 27 ноября 1731 года. В 1764 году тело святителя обрели нетленным во время ремонтных работ в монастырской Пищенской церкви. Множество чудес совершилось не только в Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири при молитвенном обращении к святителю. Это побудило Святейший Сенот к открытию мощей и прославления святителя в 1800 году. С 1804 года установлено празднование его памяти по всей России 26 ноября. Богу нашему слава во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.